Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Чтобы быть семьей, необязательно иметь одну группу крови или одних родителей. Бабушка необязательно должна быть маминой мамой, а дети могут иметь разное прошлое. Мир может сменяться ссорами и конфликтами, а ревность соседствовать с привязанностью. Но это семья, это счастье и это любовь. Мама! Привет! 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 Вот Мирон кричит. Давай. Там не мокрый на улице? Нет. Все хорошо, да? В школе как? Хорошо. Ты так прям официально отвечаешь. Музыка Ольга Киселева с самого детства готовилась к тому, чтобы стать не просто мамой, а качественной мамой. Она получила специальность психолога, закончила музыкальную школу, работала волонтером в детском доме. Любой ребенок может остаться без семьи, и это не его вина. Эта мысль не давала женщине покоя долгие годы. Когда в семье было уже трое родных детей, Ольга поняла, что готова. Я не решаю ничего одна. Есть бабушка, с которой мы живем, и есть дети старшие на тот момент, которые тоже решали, потому что, ну, все равно придется жить бок о бок, и день и ночь, и горе и радости получается. И горе, и радости хватило сполна. Путь к любви у каждого в этой семье оказался тернистым, и идти по нему предстоит еще долго. Когда они появились, то самое трудное было, это мне привыкать к ним, узнавать, какие они есть. Мало того, что им нужно привыкать к нам, потому что они попали в дом, им тяжело, а мне нужно понять каждый, кто, чего, они все разные. В семье Надежды Степановны было семеро детей, а вот сама она мамой так и не стала. Как родного сына воспитала племянника, мужа Ольги. После рождения третьего ребенка он из семьи ушел, а Надежда Степановна осталась. Бабушка здесь признанный авторитет. Ей достаются самые сложные участки и самая горячая признательность. Хорошо, 66, ты можешь разделить? Да. Давай. Как будет? Я 66 делю на 6, получается. Я раскладываю 60 плюс 6. Света и Карина появились в семье одна за другой. Маленькие девочки, но пережившие уже столько лишений. Жестокое детство, жизнь на улице, побои матери. Все это не прошло бесследно для Карины и попутно обожгло всех членов семьи. Она когда появилась, она как зверек. И Мирон младший, родной, все время на руках был. И вот он садится, как ни в чем не бывало, ко мне на руки. Она подходит и скидывает его. И тут тоже можно отругать, можно наказать, можно что-то. А можно просто вот рядом обоих посадить на колени. Все. Со Светой складывалось по-другому, но, наверное, еще труднее. Девочка была равнодушна к жизни. Не хотела считаться ни с кем. Пытаясь понять причины, в тайне от всех Ольга навестила биологическую маму. За час разговора та ни разу не спросила про дочь. Зато приемная мама многое поняла. Света семь лет прожила в этой семье. То есть откуда у нее должен быть интерес, какой-то потенциал и все остальное. То есть вот сейчас мы боремся с этим, стараемся заинтересовать, полюбить жить. К тому, что в семье появятся приемные дети, родных Ольга готовила с младенчества. Читала сказки о потерянных медвежатах, рассказывала истории. Но человеческие отношения – это наука, а жизнь – это практика. Первые разы было очень сложно, потому что я ревновала к маленьким. То, что на них все время время уделяли. Но для сейчас вообще нормально. Мне кажется, я даже маме помогаю. Паш, сделаешь мне тоже, пожалуйста? Хорошо. Кровным детям с появлением приемных пришлось испытать немало стрессов. Уменьшилось пространство, родительское внимание, внеслась новая энергия, которая пока бьется и не может ужиться в новом гнезде. Уроки, которые преподносит им жизнь, старшие дети складывают в свою личную копилочку. Дети пока еще маленькие, они должны всему, чему могут, научиться, чтобы это больше помогло во взрослой жизни. Но, тем не менее, не нужно заставлять ребенка делать то, что он вообще не хочет. Сегодня детские дома заполнены подростками. Приемные родители охотно разбирают малышей, а к детям постарше относятся с опаской. Считают, что подросток не может адаптироваться в приемной семье, и она не нужна ему. Ольга убеждена в том, что подростковый возраст нужно пережить, как болезнь, и не важно, с родным ребенком или с приемным. Год назад в семье Киселевых появились двое мальчишек. У меня сердце рвется к подросткам. Вот не знаю почему. Вот как-то они мне такие близкие и понятные, хотя они намного больше боли причиняют. Но я не знаю почему. Может быть, потому что действительно есть желание вот именно поддержать в тот момент, когда они очень нуждаются в этом, но они при этом молчат. Мне это очень надо было, чтобы мама была. Ну, как-то не хватало этой материнской любви. Иногда родители признаются, что не знают, как строить отношения с приемным ребенком. Боятся проявить жестокость, строгость, жалеют. Ольга считает, если начать с жалелки, это хорошо не кончится. Уважение к ситуации, которую пережил ребенок, сочетание этого со знаниями особенностей, возраста, судьбы, характера – да, это правильно. А бояться нельзя. Если есть страх, туда просто не нужно ходить. Адаптация не может за месяц пройти, даже за два, даже за год. Обычно это 3-4 года. Ребенок в постоянном напряжении всю жизнь. То есть там лишился одной семьи, потом в другую попал, опять лишился ее, потом пять детских домов прошел. Наконец-то он попал в семью, и, казалось бы, все хорошо. Первые полгода все замечательно. Ребенок идеальный. Ребенок и помогает, и стремится вот как-то вот прямо быть в семье. И потом раз, и как подменили. И я понимаю, что это как раз период адаптации. Он становится, наконец-то, самим собой. Понимать, что происходит с ребенком – это одно. Принимать – другое. Киселевы не пытаются создать иллюзию безоблачных отношений. Их будни – постоянная работа над собой. Очень сложно, неимоверно сложно вот в такие периоды, потому что, ну, столько плохого вылезает из ребенка, столько ненависти, которая, ну, по идее, не на меня должна обрушиваться и не набрать в сестер. Потому что мы не виноваты в том, что в жизни было у ребенка. Но приходится действительно бесконечно прощать, понимать. И, ну, просто жизнь такая. А, у меня еще есть такой принцип. Если что-то случается, начни с себя. В чем дело? Не говорить, что вот он такой, что она сделал. Начни с себя. Что ты не сделала так? Почему бывает конфликтная ситуация? Смотрите, сейчас Паша у нас делает велосипед. Я помогу. Хорошо? Ты чем поможешь? Ну, колеса, так сказать, там возник. Лучше я помогу. Приемные дети не хотят ни за что отвечать и не умеют строить долгосрочные отношения. Они привыкли к тому, что все за них делают взрослые. Нужно много времени и терпения, чтобы научить их жить в семье. Но если в приемных родителях уже есть матрица любви, они помогут взрастить новое чувство. И в идеальном случае рождается новая любовь. Ну, во мне изменилось многое. Прямо очень многое. Умнее стал. Но трудолюбивый стал. Характером изменился. Я, видимо, такой упертый человек. Если за что-то берусь, добиваюсь результата изо всех сил. Говорит Ольга. Она хочет, чтобы ее опыт пригодился тем, кому еще предстоит пройти этот путь. Поэтому ведет огромную работу в Ассоциации приемных родителей. Создала новую общественную организацию «Свой дом». Мама очень как-то творчески подходит к учебе, ко всему вообще. И если вот то же самое сделать уроки, она как-нибудь это перевернет так, что это будет очень интересно. В каждой приемной семье есть масса проблем. Некоторые их озвучивают, некоторые замалчивают и создают иллюзию полной успешности. Кто-то понимает, что только решив их, приемный ребенок впишется в семью, а кто-то боится выглядеть слабым и скрывает неудачи. Ольга для себя решила, что Бог посылает детей по-разному, не только своих рожденных, и приняла это сердцем. Сейчас, на данный момент, я себя чувствую абсолютно счастливой. И иногда черные полосы, белые, иногда даже вдоль черной полосы идешь. Ничего страшного, она когда-нибудь все равно белой станет. Это просто жизнь. Ну и в конце концов, ну ни с чем мы из жизни уйдем, а если ничего мы не делали, то зачем жили? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова